Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Вананциада, я приветствую вас на своем канале. Сегодня я захотела записать неплановый расклад, просто потому что очень долгое время я записывала расклады довольно-таки серьезные, довольно-таки глубокие, и где-то вижу уже, что немножко подустали, и я подумала, а почему бы не записать что-то такое веселое, что-то такое легкое, что ли. Этот расклад будет для женщин, поэтому если включились мужчины, ну это просто не для вас, вы можете послушать ради шутки. Тема сегодняшнего расклада была предложена Юлией. Какая я фея-волшебница! Мне захотелось просто повеселиться, захотелось какого-то внутреннего праздника. Я не знаю, насколько это получится. Вот. Я специально не взяла такие серьезные колоды, а взяла, ну, во-первых, Карл Шаманов, да, которые мы уже знаем. Это легкая такая, достаточная энергия. Может быть, мне понадобится что-то уточнить. Я попробую на ней. А сегодня я хочу испробовать вот эту вот оракульную колоду. Это новая. То есть у меня две оракульные новые колоды, которые я приобрела. Ту, над которой мы уже работали, Чака Спецана. А это оракуль Граль Забытых Историй. Вот его коробочка. Очень красивая. Я специально сегодня поставила камеру таким образом, чтобы достаточно близко были карты. Вот. Очень-очень красивый такой оракул. Надеюсь, вам будет видно, правда, вверх ногами, но не это самое. Не суть. Красотой вы сможете увидеть. Я просто думала, что же можно все-таки на этой оракульной колоде. Ну, какой расклад. Если честно, впервые беру в руки. Картинки-то смотрела. Я делала обзор в Инстаграме. Многие из вас видели, кто подписан на меня в Инстаграме. Вот. Но на самом деле я не делала никакой пробный расклад на ней. Вот сегодня экспромтом, что получится, то получится. И что-то я вот так вот косо посматриваю на еще одну такую оракульную колоду, чтобы меня потянуло на оракулы. С ней мы уже с вами немножечко работали. Все возьму ее. Аккуратненько, чтобы мне остальные колоды не посыпались. Это оракул королевы Луны. Да. Вот такой оракул. Не знаю, не уверена, но посмотрим. Я его просто приготовлю, и если вдруг руки потянутся, то обязательно вытащу, может быть, несколько карт. Это оракулы, в принципе, вот такие достаточно легкие. Я, по-моему, прощения. Мой глаз все продолжает так же распаляться и слезиться. Поэтому периодически слезы не дают хорошо видеть. Вот. И что? Что мы будем делать? Сегодня у нас будет три позиции без какого-либо вступления. Какая я фея, волшебница? Давайте просто посмеемся, порадуемся, веселимся, посмотрим, что нам скажут колоды, все, что нам скажут оракулы. Хочется какого-то праздника, уже какой-то свежести, новизны какой-то, очень состоявшаяся энергия. Вот. И почему-то мне захотелось какого-то обновления. Так. Три позиции. Первая. А вот я тоже так поближе вам поставлю. Вторая. И третья. В каждой позиции у нас будет, ну, я не планирую делать большой расклад, да, такой достаточно маленький, веселенький, по 4 вапороса, да, которые мне порекомендовала Юля. Я прям даже не стала париться над тем, что мы будем с вами рассматривать. И вот прям раскладка, как говорится, по заказу. Кстати, пока вы выбираете позицию, хочу вам сказать, что тоже, если у вас есть какие-то интересные, веселые идеи для раскладов, именно веселые, легкие. Ну, примерно, что значит на меня легкие, это примерно то, что, вы помните, я делала расклад о том, как нас видят наши питомцы, да, домашние животные. Ну, такой необычный, мне кажется, на мой взгляд, веселый расклад. Вот. Потому что, ну, второй – это инструмент, и из него культ делать совсем не нужно, что вот прям такая серьезная вещь и все такое. Ну, по крайней мере, это мое отношение ко всему. То есть, возводить культ из вещей, ну, это было бы глупо. Вот. Поэтому, в принципе, на втором можно смотреть все, что угодно. Ну, а кстати, сегодня-то я взяла раку. Поэтому жду ваших комментариев с идеями, какие-нибудь такие веселые, смешные темы придумайте, только без прогностики, там, типа, что меня ждет в будущем, еще что-то. Нет. Ну, так, чтобы можно было что-то интересное себе узнать и повеселиться, посмеяться, провести хорошо время. Итак, пока я болтала, я надеюсь, вы сделали свой выбор. Первая, вторая, третья позиция. И мы приступаем. Я вот так вот отодвину колоды сюда, коробочки сюда. Так. И мы приступаем. Позиция номер один. Какая я фея? Давайте я с вами загадаю. А давайте я с вами загадаю, в каком мне позиции. Вообще, я люблю всегда выбирать первую позицию. Давайте я первую позицию вместе с вами загадаю. Какая я фея? Вы поларкан луны. Видно вам? Ну, надеюсь, да? Просто очень красивые карты. Ну, вы вообще какая фея, какая вы волшебница. Очень женственная, очень такая, знаете, нежная. Где-то в какой-то степени хочется сказать, что вот прям мутная, но не в контексте негатива, а в контексте, знаете, такой некой загадки. Вот так давайте я скажу. То есть фея, которая сама-сама себе на уме, да? Достаточно цикличная, достаточно непредсказуемая, непонятная, необъяснимая, действительно волшебница-волшебница. Луна – это всегда то, что связано с некой тайной, все, что связано непосредственно для нас, для женщин, с нашими, с нашим гормональной, с нашей гормональной системой, да? С нашими внутренними циклами, с нашим настроением, да? С нашей психикой. Поэтому здесь я могу сказать, что вы можете быть абсолютно разными. Вы можете придумать, создать себе образ. Главное – этот фантом настолько подпитывает своей энергией каждый раз, чтобы, в принципе, вам это и удается, да? Что люди начинают верить непосредственно в то, что вы транслируете. На самом деле, я могу сказать, что вы достаточно глубокий человек, глубокая женщина, и вы сами себя уже сто процентов сказать, что знаете, нет. Здесь такое, знаете, как будто бы, как она называется, бездна. Вот вы такая фея некой бездны, потому что Луна – это все-таки светило, оно достаточно большое, холодное и такое недосягаемое в контексте именно понимания. В контексте такое, знаете, что-то такое заоблачное, достаточно ранимое, нежное. Вот прям очень-очень много энергии в Луне. И человек, обладающий, могу сказать, некими такими магическими способностями, да? Интересно, вот с чем связаны ваши магические способности? Вот сказала, и прямо вот видно сразу книга. Смотрите, вот так вот сначала буду показывать, чтобы видно было отсвечивание, отсвечивание книги. Соответственно, видите, какая красивая. Вы – загадка, вы – та женщина, которая не только непонятный мужчина, вы также непонятный и себе. Вы – та женщина, которая любит интересоваться, да, любит некую такую глубину. Ну, всё такое волшебное и тайное. Я посмотрю, здесь нарисованы знаки зодиака. Причём здесь изображён Сатурн. Планета уроков, планета времени и достаточно мудрая, ведущая. То есть у вас, знаете, мудрость, она может быть даже не приобретённая, а именно внутренняя такая мудрость, да? Вот природная, у вас есть чувствительность, интуитивность, интуиция, она есть у всех, в принципе, у женщин, но у вас она развита. Это как какие-то, знаете, природные такие вот у вас инстинкты развиты, достаточно глубокие. Здесь, может быть, знаете, даже ещё и материнские инстинкты проходят. Возможно, вы детей своих, у кого есть, да, зачали либо на какие-то вот определённые даты, либо у вас есть какая-то связь, и вы почувствовали, что вот пришло время, да? Какая-то, может быть, неопределённая связь, непонятная совсем связь с детьми. И вы очень хорошо можете влиять на мужчин. Такое ощущение, что вот вы входите как будто бы очень глубоко в них, и как будто бы сканируете, понимаете, да, чётко понимаете потребности других людей. Вы даёте как раз-таки то, что им нужно, покрываете их потребности. Знаете, люди иногда подсаживаются на вас. То есть появляется некая такая зависимость от вас. Потому что вы умеете создавать атмосферу, вы умеете создавать образ, знаете, а ещё вы умеете вовремя молчать. Вот такая, знаете, тишина. Вы понимаете людей. Здесь, знаете, идёт такое, что не то, что вы... Да, вы умеете держать, хранить тайны. Возможно, у вас и есть тайны такие долгосрочные, прям. Долгое время вы их держите. Здесь почему-то мне идёт образ пифии, которая, знаете, как-то вот предсказывала такое будущее, которое умело входить в видоизменённое состояние. Ну, конечно же, и сны. Сны – это какой-то вот ваш особый мир. Возможно, вам и снятся очень красивые сны. Хорошо. Какой вы себя видите? Вот вы. Смотрите. А вы себя видите, карта мага. А вы себя как раз-таки видите по первой позиции, прям мой любимый цвет лиловый. А, какая прелесть. Я прошу прощения, что вот так вот это самое, заглядываюсь. Смотрите, здесь нарисован маг, и вот здесь человек, который держит свет, да, свечку. Его не видно, но он персонаж какой-то, да, видите, там. На заднем плане. Вы себя видите. Видите человека достаточно ведущего, знающего, да. Человек, у которого есть способности. Вы эти способности в себе чувствуете, да. Даже если вы не занимаетесь магией, здесь такое ещё, знаете, бывают такие моменты, когда вы всё делаете вовремя. То есть, ну, я не знаю, захотели, например, какой-то цветок посадить, что ли, какое-то растение, да. Либо вы видите, что как-то вот растение какое-то не цветёт, и вы сами себе говорите, а, ещё не время, да. Ну, то есть, допустим, через 2-3 дня я какую-то подкормку дам, подкорм, да. Ну, что-то нужно этому растению. То есть, вы интуитивно понимаете, либо там животное там лежит, о, что-то произошло. То есть, у вас вот как-то вот природа, вот как-то со стихиями вы умеете работать, и вы себя видите человеком достаточно способным и человеком знающим. А ещё вы видите себя как человек, который имеет некую такую защиту, да, имеет контакт с высшими силами. Если вы напрямую не обращаетесь, то вы чётко понимаете, что есть какая-то защита свыше. Боже, какая красота! Смотрите, это карта урожая. Вы видите себя вот такой вот плодородной, такой забийной, красоткой, прям, знаете, с очень внутренним, богатым миром. Очень, ну, прям очень-очень женственная, такая, знаете, вот королевна-королевишная. И причём вы это, знаете, вы это транслируете. Почему? Потому что вы в это верите, и вы это ощущаете. И такое прям солнце, знаете, вы видите себя человеком очень ярким, человеком, который светит для других, особенно когда у вас очень хорошее настроение, да, вот прям к вам все тянутся. А наоборот, когда у вас не очень хорошее настроение, такое ощущение, что вы становитесь незаметным для других людей, да, и люди могут мимо проходить, вас не замечать. То есть вот здесь вот такое. Давайте теперь посмотрим, как вас видят окружающие. Посмотрите. А окружающие – это акула. А окружающие-то вас побаиваются. А окружающие вас видят таким опасным, опасным человеком, который лишний раз дорогу пересекать нельзя. Человеком, который вот прям является хозяином своего бессознательного, да, человек, который, вы знаете, лишний раз дорогу ему не нужно переходить. И здесь такое ощущение, что не то, что люди боятся вам доверять, а люди боятся, что вы узнаете какие-то тайны о них. Не вкатевшему кто-то расскажет, а вот эти вот ваши способности, да, как будто бы... Вот они, когда рядом с вами находятся, они боятся, что вы, поскольку можете сканировать, да, и читать их мысли, они боятся, что вы сможете их вывести на чистую воду. Ну, то есть у каждого человека есть то, что он скрывает, да, от кого-то. Вот, что... От вас ничего не скрыть. Вот что я хочу сказать. Еще вот вас видят, смотрите, вот таким вот большим человеком, да, это карта путешествия, человек, который смотрит на жизнь, как на некое такое путешествие, как на некий такой путь, который ищет приключений человека, достаточно большого видят вас той волшебницей, которую, той женщиной, которая не пройдет незаметной. При все... Здесь вы видели себя, да, что вы, когда вы в хорошем настроении, допустим, вы солнце, когда в плохом вас не замечают, а люди вас видят, что вас всегда можно заметить, что вы не пройдете незаметным. Человек, который тянется, знаете, как-то вот в небеса, человек, который тянется каким-то знанием, да, развивается. Вы как будто бы стоите уровнем выше всех остальных. Вы как будто бы смотрите на других свысока, но не из-за своего какого-то эгоизма, а просто вы в своем развитии выше в своих знаниях, да, в пониманиях, чем другие люди. Вы умеете смотреть на вещи сверху, вы умеете находить решения, да, вы умеете смотреть масштабно на какие-то задачи. Ну, смотрите, вы себя видите магом, а люди вас видят ученым. Видите, человек, который постоянно чем-то занимается, человек, который постоянно что-то изучает, человек, который ищет объяснение тому, что происходит в этом мире, да. Человек, который ищет как-то причинно-следственные связи, хочет понять, как устроен этот мир, чтобы управлять им, да. То есть человек, который вникает, может изучать постоянно, почему-то мне идут какие-то иностранные языки, да, может быть, вы сейчас изучаете. То есть человек, который всегда находится, ему все интересно, ему все любопытно, который не останавливается в своем развитии, а постоянно включен в какие-то процессы. Но самое главное, вы все время ищите ответы, ответы на какие-то свои вопросы, вам все любопытно. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, такой интересный вопрос, что я могу нафиячить, когда я в хорошем настроении, да. Помните, вот у нас здесь вы говорили. Хорошее настроение, плохое так. Что вы можете нафиячить, когда вы в хорошем настроении? Смотрите, это звезда. Смотрите, какая красивая. Когда вы в хорошем настроении, вы, условно говоря, можете снять, достать звезд с неба. Вы можете очень влиять, вы можете создавать нечто такое, знаете, красивое, изысканное, такое, что люди будут восхищаться. Когда у вас хорошее настроение, вы просто... Сейчас скажу, почему я улыбаюсь. Я достала карту. Вы просто действительно как-то можете магическим способом влиять на других. Вот вы завораживаете. Когда вы в хорошем настроении, что бы вы ни делали, да, вы просто завораживаете. На вас можно, если вы работаете как-то руками, на вас можно часами смотреть на то, как вы работаете. Это настолько все искусно, это все настолько эстетично, красиво, вот все, что вы делаете руками. А посмеялась я, почему? Потому что выпала пустая карта, темная карта, которая называется неизвестность. И это прям вот в контекст карты тоже с нами смеются, да, потому что в контексте, в контексте того, что неизвестно, да, то есть вы настолько волшебны, что карты не знают, на что вы вообще способны, да, то есть я могу это считывать только как то, что вы прям как это как это называется ваши границы они настолько бесконечны, да, что вы сами даже сами не знаете, на что вы способны, то есть вы способны на многое. Хорошо. А на что вы способны, что вы можете сделать, когда вы наоборот без настроения. А когда вы без настроения, выпала карта прошлого, да, тогда вы просто погружаетесь в свои мысли, тогда вы погружаетесь в свои какие-то размышления, вы становитесь холодной, недоступной. Знаете, такое ощущение, что вот вас как будто бы вас связывает по рукам, по ногам, как некая такая окаменелость, да, то есть прям этот идет выражение дуб, дуб, что-то про дуб, не упертый как дуб, а вот как горох об стенку, вот что-то такое здесь, сейчас что-то как-то с дубом связано. Знаете, как этот, как он называется, ну, птица, которая, дятел, вы как дятел, вот когда у вас плохое настроение, да, к вам вообще не пробраться, не достучаться, поэтому я сказала дятел, да, то есть вам что говорят, говорят такое ощущение, что вот, ну, вообще ничего не понятно, ничего не известно, вас как будто не слышите, вы погружаетесь в свои иллюзии, вы недоступны для этого мира становитесь. И самое здесь, такое, знаете, с одной стороны, карта-то позитивная, да, она говорит о том, что ваши воспоминания, вы вспоминаете о чем-то хорошем, но у меня такое ощущение, что вы здесь можете зависать в этом состоянии, в своих воспоминаниях, размышлениях, и иногда пропускаете то, что вас окружает вот бытовой жизни, то есть такое ощущение, что вот вы идете в свои размышления, попадаете в какие-то иллюзии, да, как этот, Алиса в стране чудес, да, глупы провалились, какой-то волшебный мир, вам там нравится, вы там грезите, да, короче говоря, вы спите, а в это время, да, время-то идет, и вы пропускаете какие-то очень важные моменты, это может быть, знаете, есть такое ощущение, что это еще может влиять как-то на вашу финансовую сторону, то есть, когда вы не очень хорошо в настроении, вы зависаете, в своих иллюзиях, и у вас сразу идет спад в финансовой теме, то ли денег не достает, то ли еще что-то, ну, потому что вы не занимаетесь бытом, да, вы как будто бы вот витаете в облаках в своем каком-то виртуальном мире, вот это не совсем хороший вариант для вас, что вы еще можете там нафиячить, вот смотрите, я сказала, да, про деньги, в облакарте драгоценность, то есть, вы упускаете, вы упускаете вот эти вот все возможности, вы упускаете вот эти вот все шансы, да, вы как будто бы теряете, вот смотрите, да, сразу имейте это в виду, то есть, в позитивном ключе неизвестно, что вы можете на магичи, то есть, вам все возможно, вам все подвластно, главное, чтобы вы шли по зову своей души, в хорошем настроении, вы прям, знаете, вот любые свои мечты вы можете реализовать, любые свои надежды, вот прям, достаточно некого такого намерения, да, и у вас это сразу материализовывается, а вот когда вы не очень в хорошем настроении, да, вы впадаете в спрошлое, и это сразу вам бьет по карману, здесь так идет, вы слушаете, такая красивая, я даже не буду брать другие, я их так аккуратненько отодвину, хорошо, давайте еще две карты просто вытащу на первую позицию, и мы пойдем, нифигасеный маленький расклад, 28 минут, пойдем дальше, просто как бы мне очень понравилось зелененький человечек, и печаль, да, вот, видимо, Аракул продолжает с нами говорить, и говорить о том, что вам нужно, посмотрите, это карта зеленый человечек, и карта печали, вот вам не нужно, скорее всего, когда вы впадаете в печаль, помните, мы говорили в сплотнении о прошлом, вам вот эту вот печаль можно будет снять вот этим зеленым человечком, то есть почаще бывайте на природе, почаще, вот, все, что как-то вот у вас с зеленью, да, смотрите, как интересно, я, по-моему, уже говорила в начале, да, про растения, вот, природа, это ваше все, вам почаще надо быть на природе, почаще именно с деревьями как-то взаимодействовать, у вас есть возможность ходить в парке, какие-то зеленые места, здесь такое ощущение, что вот вы напитываете себя как будто бы кислородом, и деревья имеют такую способность, помните, у вас все-таки луна выпадает, как будто бы забирать ваш вот этот вот негатив, да, вот, и здесь, видимо, предосторожность о том, что достаточно часто вы впадаете, видимо, в это прошлое, и печалитесь, то есть я понимаю, что здесь что-то такое есть, что вам дает вот это вот состояние печать, для чего-то оно вам нужно, да, мы сейчас не будем копаться глубоко, нам все-таки не эта задача в раскладе, просто вы такое ощущение, как будто бы вы печалитесь о ком-то, может быть, сейчас у вас такой период, да, когда вы печалитесь о каких-то отношениях, может быть, о каком-то мужчине, здесь мужчина выпал, рыцарь, и какой-то, может быть, о какой-то утрате, очень часто это вспоминайте, не делайте это, просто не делайте, так, это была первая позиция, такая радостная, мне так и нравится, я очень люблю, когда вещи красивые, и прям, обожаю, когда карты вот такие стоят, с ними там приятно работать, взаимодействие, прям вам вот эту вот карту поставлю, урожай, да, не луну, а именно урожай, богатство, пускай у вас будет, так, это была первая позиция, мы с вами переходим, я прям в таком настроении, волшебно, именно в таком девчоночном настроении, ну, просто так, я радуюсь, карта, хорошо, какая вы фея по позиции номер два, ух ты, посмотрите, какая карта крыс выпала, какая вы фея, знаете, почему-то здесь, карты хотят сказать о том, что здесь какие-то утраты, да, здесь какие-то потери, но у меня идет такое ощущение, что вы как будто бы что-то защищаете, да, вот по этой карте, как будто бы вы защищаете, дайте-ка я посмотрю, чего вы тут защищаетесь, и на этом каракуле, такое ощущение, что вы как будто бы свое потомство защищаете, здесь вы не ищете, как будто бы питание, да, там, выжить, ну, как рыски, нет, а здесь как будто бы какая-то утрата, и вы вот, мне так интуитивно идет, что вы что-то там защищаете, была карта, а, действий, да, ну, вот, посмотрите, вы как будто бы защищаете, знаете, свои какие-то действия, причем здесь цветовая гамма очень схожа, да, вы как будто бы, либо защищаете какие-то свои планы, какие-то действия, не хотите рассказывать, да, на данный момент, либо здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы высвободились, да, здесь границы, вот здесь вопрос границы, вы как будто бы охраняете свои собственные границы, да, здесь с одной стороны неожиданность, это карта неожиданности, здесь, смотрите, здесь с одной стороны вы как будто бы, сейчас такой период у вас, да, поэтому-то крыса вышла, да, она как будто бы охранник здесь вышла, а не потеря, вы можете, с одной стороны, свои желания, планы, да, здесь есть велика вероятность, а с другой стороны, вы как будто бы, что-то, знаете, неожиданное, непредсказуемое, вот вы в ожидании сейчас находитесь, да, что-то вы запланировали для себя, что-то вы хотите, вы ожидаете, когда это случится, и где-то уже может быть, это долгое время идет, да, и вы как будто бы потеряли здесь и надежду, но карты говорят о том, что это может случиться, да, причем в тот момент, когда вы даже это не ожидаете, что-то здесь может произойти, а что, о чем здесь речь идет, смотрите, как интересно, да, карта нападения, вы как будто бы ожидаете каких-то, видите, красиво, карта нападения, что кто-то, либо может вернуться из вашего прошлого, либо кто-то вас лишит чего-то, и скорее всего какое-то лишение, вот вы боитесь, что вас чего-то лишат, потому что здесь вот это вот мифическое животное, да, что-то непонятное между орлом и львом, нападает на одну из двух лошадей, видите, и как будто бы вот этот вот жребец, а сзади кобыла, да, то есть женщина в белом, ну, белая лошадь, здесь такое ощущение, что вы как будто бы своего партнера, что ли, защищаете, не могу понять, о чем здесь речь идет, да, но, либо здесь какого-то друга преданного, верного, да, либо вы боитесь какого-то подвоха, что может быть вы сейчас познакомились с кем-то, и может быть этот человек будет, ну, нечестен, в общем здесь какие-то границы свои вы защищаете, это один вариант, второй вариант, здесь вы какие-то свои планы защищаете, не говорите, либо вы готовитесь, да, сделать какое-то действие, движение вперед, но об этом никому не говорите, либо вы надеетесь на что-то, и вы, знаете, как будто вы в предвкушении, что это случится, но вы боитесь, что планы ваши могут рухнуть, вот почему-то здесь три варианта сразу пошло, хорошо, это вот почему-то такая вот сигнификация нам дана, сейчас хорошо, какой феей я вижу себя, ну, вы творец, вы творец, вы творческая личность, посмотрите, какая прелесть, вы человек непосредственно практик, не тот человек, который о чем-то там знает, ну, мечтает, да, какие-то, вот есть профессии, когда надо что-то придумать, вот вы здесь работаете руками, вы, вы совершаете действие, то есть вы человек действий, смотрите, здесь человек действий, да, как будто бы творец, и вот здесь вот у нас карта действия вышла, человек, который любит действовать, талисма, смотрите, во-первых, вы верите, что вы везучий человек, вы находитесь под защитой высших сил, посмотрите, даже ягоды, да, рябина это, да, какая-то ягода, наверное, я не разбираюсь, у нас в Греции нет ягод, по крайней мере, там, где живу я, в нужной части, в Северной Греции есть леса, но, может быть, там и есть ягоды, не знаю, но здесь у нас выходит талисман, здесь выходит какая-то такая некая защита, да, вы удачница, причем это семь седьмая карта, да, семерка это карта второго победителя, да, здесь два раза, две семерки, да, как будто бы вот победитель, в чем, в чем вы себя считаете победителем, тайные знания, да, смотрите, какая красивая карта, прям, действительно, все феи-волшебницы собрались сегодня, да, в каких-то знаниях, вот вам прям, нравится, только здесь, смотрите, если по первой позиции были глубокие знания, ну, ученые, да, то есть люди, которые больше разбирались, да, понимали причинно-следственные связи, ну, то есть немножечко логики, да, разумные, то здесь тайные знания, они могут быть связаны не с головой, а, да, вот, содружество, посмотрите, этот стол короля Артура, круглый стол, да, здесь какие-то тайные знания вы получаете, возможно, в каких-то сообществах, да, либо, ну, то есть не самостоятельно, вот здесь вот отшельник, ну, отшельник в контексте человек сам ищет, да, а вот здесь вот вы как будто бы инициацию, вот, инициацию получаете от других людей, не самостоятельно, вы не занимаетесь самостоятельным поиском, да, вы как будто бы, здесь, знаете, еще что идет, вы как будто бы что-то изучаете, причем это не обязательно может быть связано с мистикой, а здесь вот у меня почему-то идет какая-то кулинария, да, как будто вы ходите на какие-то уроки, там, кулинарных каких-то искусств, причем, знаете, там, где как раз-таки, скорее всего, сладости делают, почему? Потому что на тортах украшают иногда ягодами, вот здесь вот ягоды есть, да, и здесь у кого-то бы вот такие вот знания, но не то, чтобы приготовить какое-то простое блюдо, а здесь вы, возможно, даже кондитерские какие-то вещи, да, либо это какая-то такая кухня, достаточно возвышенная, то есть там небольшие объемы еды, как в лучших ресторанах, и вот здесь вот вы однозначно обучаетесь не в одиночку, да, есть какие-то люди, вот, я не знаю, может быть, рисованием идете и учитесь, но вы там не одни, там есть другие люди, там есть соратники, может быть, это даже и в ваших планах сейчас, да, ну, вот такой человек вы себя видите, такой феей, скорее всего, а какой вас видят окружающие люди? Красиво, я смотрю в камеру, да, какой вас видят окружающие? О, видите, корона, власть, вас видят человеком достаточно властным, да, человеком, который управляет, человеком, у которого, который любит иногда, знаете, зазнаться немножечко, вот у меня здесь идет такой диссонанс, на самом деле, потому что я считываю, ваша энергия достаточно такого приземленного, мягкого человека, а люди-то вас видят властной феечкой, интересно, чего вдруг они вас такой увидели? Смотрите, карта мухи, так, вот так отсвечивает, да, отсвечивает вот так, карта мухи, вы знаете, мне кажется, что вам люди немножечко завидуют, вот, и поэтому они видят вас, некую такую разницу между собой и вами. сплетни, потому что очень много сплетней распускает, ну, вот, мне кажется, это завистники, вот почему-то так у меня идет, да, завидуют, вот, как вас видят, завидуют, а чему завидуют? А посмотрите, в вашей красоте, вот здесь вот у меня, ведьмочки очень красивые такие феечки, посмотрите, в вашей чистоте, вот они завидуют вашей чистоте, они душевным, да, каким-то помыслом, вашим намерением, вот здесь такое вот ощущение, что вы достаточно простой, открытый человек, да, люди почему-то видят вас в какой-то некий подбор, вот, и поскольку, не знаю, они не могут себя вести так, как вы, да, и поэтому, как-то, знаете, ну, завидуют, причем помните, здесь талисман выпадал, да, что вы удачливый человек, вот вашим удачам могут и завидовать на самом деле, может быть, вашему браку, может быть, вашим отношениям, может быть, тому, что у вас все хорошо складывается. Вот смотрите, видите, вот люди, вот, не верят в то, это карта оборотенья, люди не верят в то, что вы такая, какая вы транслируете себя, да, что вы есть на самом деле, вот они ждут, что вы как будто бы, вот действительно здесь такое ощущение у меня проходит, да, что вы как будто бы не от мира сего в контексте своей наивности, да, своей открытости, своей чистоты, и такое ощущение, что вот как будто бы они ждут, вот сейчас я ее словлю, да, и она покажет свое настоящее лицо, да, вот сейчас, да, вот прям создастся какая-то ситуация, и она покажет свое настоящее лицо и превратится в кого-то другого, да, в какого-то вот животного, но не может быть. Знаете, иногда, мне кажется, здесь люди хотят вас еще и провоцировать, то есть провоцировать на какие-то поступки сложные, да, ну вот здесь вот как бы была карта креста, это, скорее всего, ваш путь такой, либо, знаете, особенно наблюдая за вами в каких-то судьбоносных моментах, да, достаточно критичных, почему вы держите, допустим, себя такой, знаете, в гордой позиции, да, на некой такой благоразумности, то есть, ну, я не знаю, например, когда во время войны прослойка аристократии, да, когда не было, что поесть, то есть люди все равно за собой ухаживали, то есть даже кусочек хлеба все время нарезали, это всегда было на тарелочке, все красиво, то есть не теряли свой человеческий облик, да, то есть даже в сложных ситуациях, конфликтных, да, то есть вы не теряете свой облик человеческий, то есть вы не будете как-то унижаться, не будете вестись на что-то, да, вот, и им это кажется странным, но вообще здесь, мне интересен такой момент, что люди вообще вас видят абсолютно другим человеком и очень негативно, но негативно не потому, что вы такой человек, а потому что есть такое ощущение, что вот они ожидают, да, вот сейчас она себя покажет, кто она есть на самом деле, вот сейчас, да, оригинально, видимо уже просто не верят, что действительно есть люди на этом свете, так, а что вы можете нафиячить в хорошем настроении, давайте посмотрим, вы знаете, хоть карта так и достаточно позитивная, да, ну, вопрос по контексту, да, что вы в хорошем настроении можете нафиячить, выпала карта петуха, да, здесь такое ощущение, что вы можете этот, не то, что тут беду накликать, а иногда, знаете, вот у вас бывает такое, а вы обраните какое-то слово, ну, я не знаю, ну, например, вы стоите на кухне, да, что-то готовите, вот, и, я не знаю, ваш муж может быть, ну, просто я сейчас вижу такую картинку, вы как будто бы блины жарите, да, и муж приходит, знаете, вот так этот кусочничает обычно, да, ну, так всегда интереснее есть, чем сесть за стол, все готово, вот, и этот, и под горячую руку все время попадает, да, ну, тут вы, допустим, там блины делаете, а вот муж кусочничает, да, и он все время вам как будто бы мешает, да, вы под руку попадаете, может, было случиться так, что вы говорите, мысль эта была, да, чтобы тебе пусто было, блин, что ты все время этот кусочничаешь, и вот, когда вы вот это вот говорите, да, например, чтобы тебе пусто было, ну, но не с каким-то негативом, да, а просто так слова обронили, потому что, ну, под руку лезет, и обжечься, может, об эту сковородку, и так далее, вот, и я вижу картинку, что он этот, как будто бы уходит, и спотыкается на ровном месте, говорит, вот опять на этот самый, опять на, на каргал, вот что-то здесь такое, да, либо вы просто сидите, причем это когда в хорошем настроении, когда в плохом вы сидите, да, и о чем-то вам подумалось, да, и вы думаете, например, о, ну, я знаю, на стенку-то посмотрели, о, обои отклеились, ага, ну, к чему бы это было, да, ну, наверное, нас затопит, вот что-то такое, и потом, и действительно, это самое, где-то какая-то труба пробовалась, вот что-то такое, но вы это делаете не специально, не со зла, а просто вот такое вот, обороняете, и знаете, а почему здесь петух-то, потому что вы вот этими своими словами, вы-то, фея, волшебница, вы как будто бы провоцируете на конфлик, да, 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 уже молчит, и жена, здесь что-то такое, не забывайте, что это все-таки веселый расклад, да, и мы всерьез не воспринимаем, просто развлекаемся, а еще вот смотрите, вот как карты говорят, да, в унисон, я ведь говорила про кухню, да, и продолжаю говорить, вот, в хорошем настроении, смотрите, какая карта выпала, да, целебные травы, ну, не в унисон, конечно же в унисон, тому, что мы говорим, сегодня карты с нами, кстати, интересный ракул, и с нами веселятся, то есть в хорошем настроении, вы можете очень вкусно готовить, очень вкусно готовить, причем, знаете, здесь вопрос не в еде, а в том настрое, в котором вы это делаете, вы это делаете с любовью, да, и еда почему-то все время, вот в таком настроении у вас очень вкусная, а может быть, вы еще добавляете какие-то специи, причем специи, и вы добавляете, опять-таки, видите, с ягодами пересекается, специи добавляете по запаху, у вас, видимо, запах хорошо развит, и вы не так просто, что вот, ну, сказали, там, например, надо положить там калиандр, или еще что-то, ну, я не знаю, как по-русски называется специи, вот, надо положить, нет, а вы как будто бы, знаете, принюхиваетесь, такое ощущение, что вот вам, причем, знаете, здесь девушки, когда готовят, они пробуют, обязательно, соль, вот я вижу, прям, знаете, так ложку подносите к арту, и прям пробуйте такой вкус, прям сначала дуйте, потому что горячий, а потом пробуйте, сколько соли, нужно ли еще что-то добавить, да, и потом начинаете, добавляем, такое ощущение, что вот вы в прошлой жизни были шаманом, вот у меня прям такое ощущение идет, так, так, что еще вы можете нафияч, когда вы в хорошем настроении, здесь интересная карта оленя, но обычно олень у нас ассоциируется с не очень приятным, ну хорошо, но один из вариантов, да, что вы можете пойти флиртовать, да, и просто хорошо провести время, да, но мы помним, что вы все-таки чистая дева, да, поэтому я скажу, что просто когда вы в хорошем настроении, вы достаточно такая, знаете, благородная, и такая, ну, гордость, там все равно есть какой-то негатив, а вот у вас, знаете, какая-то вот изысканность, что ли, изящность, вот вы в хорошем настроении, вот прям вот вся такая, изящная, что ли, не могу подобрать правильное слово, когда к вам прям вот и птички летят, да, и вот прям вот такая благородная, да, и вот вами, вот вами любуются, ну, что я хочу сказать. Хорошо. А еще одну карту вытащу. Выпала карта дракона. На самом деле, я очень люблю драконов. Для меня это очень мудрые существа, я не знаю, насколько они были, либо не были, в силу того, что они жили достаточно долго, вот, причем, самое интересное, что здесь изображено таким образом, что олень и что дракон есть рога. Причем, насколько я помню, рога у оленя изображают их возраст, то есть, чем больше вот этих всех разветвлений, тем это показатель взрослости взрослости данного животного, да, а здесь, что у одного такие рога достаточно крупные, что у другого, вот, и причем здесь хвостом олень делает знак бесконечности. Вот здесь, вы знаете, такое ощущение, что когда вы в хорошем настроении, вы можете что-то такое сделать, что останется на долгое время, либо в воспоминаниях других людей, да, либо вас помнят, что-то вы такое благородное делаете, я не знаю, но это может быть пойду займусь волонтерством и потом как-то долгое время помню, да, либо я не знаю, посадите какие-то цветы во дворе, да, либо дерево, а потом это будет на благо кому-то другому, то есть, когда дерево выросли, да, в его тени можно будет летом потом спрятаться, как-то насладиться. То есть, вы совершаете какие-то такие поступки, которые идут на благо другим людям, вот долгое время, вот здесь вот как-то так, ну, то есть, о вас потом долгое время вспоминают, что вы можете нафиячить, когда у вас нету настроения. Вы был кузнец, но вы можете поссориться. Вы можете поссориться, вы знаете, будьте внимательны немножечко, потому что у меня здесь такое ощущение, что вы можете либо порезаться, да, либо какие-то травмы себе нанести, когда, ну, потому что вы невнимательны. Как говорит моя мама, сила есть, ума не надо. Вот когда вы в негативе, в не очень хорошем настроении, вы начинаете в себе, допустим, копаться, искать какие-то изъяны, что вот не так у вас. Ну, ссориться можете. Что еще? Вы была карта монет, вы, знаете, вы не относитесь к той категории людей, которые тратят деньги, но мне кажется, что вот в негативном аспекте, да, то есть я не вижу, что вы здесь шопоголик, да, и как-то вот так из меня нет. Здесь, знаете что, вы можете терять деньги. Знаете, вот карман положила, да, вроде бы, какую-то купюру, и как-то в попыхах, что-то такое, ну, не очень хорошее настроение, здесь поругалась, там поссорилась, и вот деньги потеряла. Такое ощущение, что вот у вас сразу деньги как будто бы теряются. Либо, если не теряются, то как будто бы они уходят. Вот как пришли, так ушли, так пришли, как-то вот так. Мимо рук проходит. Ну, вот я говорю ссоры, потому что выпала карта змеи. Такое ощущение, что вот ваши враги, они как будто бы подстерегают вас в самый такой, знаете, уязвимый ваш момент, чтобы нанести удар. Смотрите, змея выпала, да, лиса выпала. Это лиса, а это змея. Я просто вам ее не показала. То есть как будто вы не в очень хорошем настроении, когда бываете, и вы либо теряете свою какую-то бдительность, да, вот вас как-то обманывают, хитрят с вами. Такое ощущение, что вам вообще запрещено, запрещено быть в плохом настроении. Люди как-то неожиданно могут появляться из ниоткуда, да, когда у вас плохое настроение, и вот подпортивать вам. Здесь какие-то хитрости, обманы сразу появляются. Вы попадаетесь на уловку, на провокации. Хорошо, еще две карты выдачу, как по первому варианту, просто посмотреть. Я выпала карта покоя. Знаете, у меня такое ощущение, вам никогда нельзя уединяться. Это не очень хорошо, вот знаете, уединяться в контексте одиночества, вам не нужно быть одним, одной, одной. Ну, это не очень хорошо на вас, есть люди, которые, ну вот, хорошо проводят в одиночестве, им это нравится, а вам это не ваше, вы должны как-то больше быть, на людях, что ли, как-то вот общаться, как-то вот такая легкая, общительная, коммуникативная, коммуникабельная, я не хочу правильным словом сказать. А здесь вам, ну, это не очень хорошо влияет на вас, изоляция, вот вам нельзя изолировать себя. Да, вы очень семейный человек, посмотрите, дерево, вы очень привязаны к своим корням, к своим близким, это важно вам, хотя там у вас и водятся наверняка какие-то там недруги, но корни для вас, это вы уважаете, да, старших, вы уважаете, свою какую-то цените, да, семью, вам и на природе нравится быть. Поэтому не уходите в изоляцию, это не ваше. Хорошо, такая у нас была вторая позиция, да, здесь я вытащила даже и оракул параллела луны, несколько карт, давайте вам тайные знания и оставлю сверху как карту, чтобы перекрыть все остальное. Так, и мы с вами перейдем к позиции номер 3. Вот интересно, если такие расклады не маленькие, а большие расклады, тогда на сколько по времени? Эх, со временем не особая дружба. Хорошо, давайте посмотрим, позиция номер 3. Какая вы фея? О, как, вы, вы плаката маски, вы человек, который, по крайней мере, это на данный момент, да, вы человек, который может быть абсолютно разным, да, то есть здесь я могу предположить, что вы человек, который полностью себя хорошо еще не знает, ищет себя, да, но при этом вы очень быстро адаптируетесь в зависимости от того, в каком окружении вы находитесь. Вы можете принимать и одевать любую маску, вы можете общаться с абсолютно разными людьми, разного статуса, уровня, вы, такое ощущение, что вы как будто бы нейтральный человек, и для вас важны эмоции, да, да, а поскольку, знаете, собственных эмоций нету, ну, вы как будто бы не то, что их не испытываете, вы не знаете себя настоящую, и вам важно окружение, важны люди, потому что с ними вы можете чувствовать, то есть вы как будто бы чужие эмоции переносите на себя, и тем самым вы можете ощущать, что такое радость, да, что такое, там, я не знаю, горечь, что такое разочарование, и так далее, и так далее, то есть здесь получается так, что как будто бы через других людей, вы через эмоции, именно эмоции, да, не просто через других людей, а через эмоции, вы как будто познаете мир. Хорошо, какой фей, волшебницы вы себя видите сами? Прекрасно, посмотрите, какой красивый ребенок, да, на этом оракуле, а вы себя видите вот таким ребенком, да, беззаботным, беззаботным ребенком, веселым, который радуется жизни, который умеет веселиться, да, человек, которому может быть вам не хватает сейчас на данный момент елкости, может быть наоборот, вы видите себя таким достаточно легким подъем человеком, свободолюбивым, человеком, которому нравится праздник, веселье, какая-то некая такая беззаботность, человек, который может сорваться и пойти в какое-то там путешествие, да, в какую-то авантюру, приключения, ну, вы очень яркий, посмотрите, это аркан солнца, вы очень яркий человек, радостный, веселый, позитивный, удачливый, да, человек, в принципе, у которого есть деньги, либо, если вы не переживаете и не волнуетесь, то деньги у вас так или иначе присутствуют, да, любимец удачи жизни, я могу сказать, хотите ответ на вопрос, да, какая фея, как вы себя видите, вот карты говорят, фея надежды, вот какая вы, понимаете, прям сам аркан дал вам название, вы фея надежды, то есть, вот именно вот этой свадицкой легкостью вы даете надежду другим людям, вы открытый человек, верите другим, доверяете, вам интересно, любопытно, что, как в этом мире есть, вы смотрите на все открытыми глазами, знаете, я не могу сказать, что вы обидчивый человек, вы достаточно ранимый, но у вас это быстро проходит, то есть, если вас кто-то обижает, да, вы достаточно быстро выходите из этого состояния, знаете, как будто бы вам сказали, вы, да ладно, махнули рукой и, ну, попереживали, поплакали, вытерли слезы и пушли дальше, вы здесь вот такой человек, это вы себя так видите, а давайте посмотрим, какой вас видят окружающие, какая вы фея в глазах других людей, о, как, смотрите, какая несостыковочка, да, так же, как и по второй позиции, это аркан справедливости, вот вы, смотрите, вы себя видите ребенком, да, веселым, радостным, здесь вообще не про справедливость, здесь вообще не про какие-то там знания, да, либо еще что-то, а люди вас видят достаточно справедливым человеком, да, который все взвешивает, который все проверяет, который вот именно, вот здесь идет, почему я говорю несостыковка, потому что ребенок не может быть справедливым, потому что у него нету таких понятий, да, точно так же, как и здесь фея надежды, ну, то есть вы, возможно, как вариант, да, вы осуществляете какие-то надежды других людей, да, реализовываете их желания, и отсюда, ну, они вас видят, человеком справедливым, но справедливость, она всегда подразумевает некую такую суровость, да, почему, потому что, чтобы быть справедливым человеком, надо наоборот, как-то возвышаться над своими эмоциями, потому что, когда, чтобы быть справедливым, нужно быть, то есть, адекватным, нужно быть логичным, да, а у детей нету никакой логики, понимаете, ну, то есть, им нравится веселье, им нравится праздник, И здесь такая, я же говорю, такая несостковочка происходит. Они открыты, они доверчивы. Здесь справедливость, она предполагает некое такое взвешивание, понимание причинно-следственных связей. Кто заслужил, а кто не заслужил, как себя вести. То есть здесь какие-то другие качества выходят на первый план, благотеятели. Вот, которых в принципе нету априори, априори это русское слово или греческое. Наверное русское. У детей априори, а может греческое, не знаю. Иногда бывает такой момент, что меня клинит, я не могу понять, какое это слово, на каком языке я разговариваю. А еще вас видят, да, вот здесь, посмотрите, вот здесь выпала карта всадника. Как только всадник-то здесь красивый, а он на драконе, да. То есть иногда они вас действительно видят, человека, который готов впуститься в любые приключения, да, такой вот бесстрашный. Да, и здесь это сходится, да, как раз таки с картой детей. Дети тоже умеют рисковать, любят рисковать, любят путешествовать, передвигаться как-то, да. Да, видят вас с садником. Хорошо, еще кем вас видят? А вот и коллега моя объявилась. Смотрите, какая классная ведьмечка, предсказания. А еще они вас видят человеком, что, возможно, вы занимаетесь тоже таро. Я не случайно сказала, что вы моя коллега, да, что вы, может быть, там, магически картами занимаетесь, да, там, таро, не знаю, рунами. В общем, человеком, который неким таким провидцем, да. А теперь смотрите, как интересно, какие серьезные арканы, карты, попадают на то, как люди вас видят. И какие легкие, открытые, детские, то, как вы себя воспринимаете. То есть вас воспринимают, наоборот, как достаточно серьезного человека. То есть вас нельзя обмануть. Почему? Да потому что вы, там, я не знаю, умеете предсказывать, да. Вы некий такой провидец, и вас не обмануть. Отсюда-то и справедливость, да, получается. А вы-то себя, видите, такой, знаете, еще мечтательный. Где-то я там летаю в облаках и так далее, и так далее. Да, интересно. Хорошо, давайте посмотрим, что вы можете нафиячить, когда вы в прекрасном настроении. Ну, смотрите, вы едете как раз таки в путешествие. Вот не зря вас видят всадником, карта корабля. А вы отправляетесь в какое-то путешествие. То есть, когда у вас хорошее настроение, вы знаете, здесь вот очень много активности, да, не случайно солнце, здесь очень много подвижности. Здесь я говорила даже и о карте маски, когда вам интересно. Очень активные люди, возможно, вы здесь занимаетесь спортом. Ну, в чем, знаете, спорт не силовые нагрузки, нет. Ни в коем случае. Здесь есть какой-то степ, здесь есть аэробика, здесь есть танцы, здесь есть движуха. Вот что-то такое подвижное достаточно, да. Вы готовы пуститься в любое путешествие. Здесь, знаете, еще такая мысль, как будто бы вы когда в хорошем настроении, вы начинаете мечтать. Да, если вы не занимаетесь спортом, вы просто начинаете мечтать. Возможно, вы как-то гуляете, да, по парку, либо бегаете, и вот вокруг вас природа, и она вот вас как будто бы наводит на какие-то мечтания, что-то такое. Вот с небесами, да, как летучий корабль. Здесь, в принципе, это изображен корабль, который летает. На, по-моему, летучий корабль, в облаках. А знаете, иногда, я бы плакарта развилка, когда вы в хорошем настроении, вы не можете определиться. Вот я же не сказала, не случайно, в продвижении. Вы не можете это определиться, да. Хорошее настроение, да, чем заняться, куда пойти. Вы как будто бы в хорошем настроении, да, пойти всегда перед выбором, да, что выбрать. Это платье, либо это платье, да. Что сделать, спать и погулять, либо остаться дома. А с чем связана-то ваша развилка? Сирена, потому что вы как будто бы начинаете прислушиваться к мнению других людей. То есть, в принципе, это у вас собственное мнение-то, нормальное, да. А здесь как будто бы, здесь у меня такое ощущение, что он начинает звонить подруге. Они как это чувствуют, как кем-то оборудование, потому что у вас хорошее настроение, и начинается. Слушай, давай пойдем туда, нет, пойдем туда, и вы не знаете. И одна звонит, и другая звонит, и что нужно сделать. То есть, вот здесь вот какие-то звонки, голоса. Иногда может быть, что у вас возникают сомнения, связанные с тем, что... Смотрите, как будто бы вас хотят втянуть в какую-то авантюру. Вот, и... А вы внутри себя чувствуете, у вас же есть вот это вот предсказание, не случайно у вас видя, да, и выгрызнение. Не надо мне на пятую точку приключения, в ней так хорошо. Иногда люди вам могут портить настроение. Оно у вас хорошее, а потом он вам что-то сказал, и... Гоп, вы поникли. Ну, только сказала. Ну, смотрите, кандалы. Тоже красивая карта такая. Знаете, в хорошем настроении почему-то вы сами себя связываете. Либо, знаете, здесь то ощущение ограничений, как будто бы... Вам давно хочется иметь какое-то хорошее настроение, но что-то такое не дает вам этого сделать. Как будто бы есть какие-то ограничения, которые не позволяют вы порадоваться. То есть вы как будто бы долгое время не радовали. Вот нет у вас радости. Наверное, поэтому вы думаете о каком-то путешествии, о каком-то отдыхе. А что вас связывает? В чем? А, птица Феникс. А связывает вас как раз-таки вот это вот желание, то, что я сказала, наверное, в вступлении, в том, что... Мне тоже, наверное, такое настроение, когда хочется уже какого-то перерождения, что-то такого уже... Ну, может быть, период сейчас такой, да, если будете смотреть этот ролик во время карантина, то здесь, скорее всего, карантин на вас очень сильно влияет. И это не случайно, потому что вы подвижный человек. Вот для вас, если про других позиций вообще это не выходило, то для вас вот передвижение очень важно. А здесь почему-то какое-то вот есть лишение. И либо вам уже давно хочется как-то вот переродиться. Вот что-то новое вам хочется, да, что-то завершить, как-то сбросить эти окобы. И пойти в новое. А что такое? Причем, ну, вопрос-то был в хорошем настроении. А знаете еще, что может быть? Когда у вас хорошее настроение, почему-то тогда у вас приходит мысль... Я улыбаюсь, почему у меня картинка пришла такая очень, знаете, интересно. Когда вы начинаете мебель двигать, энергии много, и вы начинаете заниматься перестановкой мебели. Ну, то есть, допустим, диван здесь, давай я его подвину, да, поменяю местами этот самый, с креслами, да. И вот у вас хорошее настроение, вы начинаете как-то вот эту вот свою энергию, да, если вы ограничены, у вас приходят мысли, ну, либо там, перестановка мебели, либо, о, надо, короче, этот, занавески-то поменять, да, шторы, новые шторы. То есть у вас какие-то вот такие вот идеи начинают появляться, когда хорошее настроение. То есть вы строите наполеводовские планы. Вот это сделать надо, вот это сделать. Вот, причем-то у вас появляется вот в хорошем таком настроении. А еще, может быть, да, думаете, а может быть волосы покрасить. И вот еще вот такое тоже. Начинайте экспериментировать со своим образом. И еще, знаете, здесь я вижу, когда хорошее настроение, вот некоторые из вас подходят к зеркалу и начинают вытаскивать все наряды. То одно одену покрасусь, то второе, то третье, потом устала чехать перед диваней, собрала, повесила, никуда не пойду, дома буду сидеть. Вот здесь вот такие вот моменты тоже проходят. Хорошо. Что вы можете нафиячить, когда у вас нет настроения? Я даже боюсь вытаскивать карты. Не зря я сказала, карты разрушений. Когда у вас плохое настроение, вам подходить нельзя. Это опасно для жизни. Реально. То есть вы можете разрушать. Причем, знаете, все, что долгие годы строите, строите, можете разрушать. То есть вот как... Причем здесь закрытыми глазами девушка стоит. Мне кажется, что здесь у вас идут разрешения непосредственно в ваших мыслях. Когда плохое настроение, вы начинаете о чем-то не очень хорошем мыслить. И это приводит вас вот именно к негативному состоянию, да. То есть сами себе портите настроение. Оно у вас и так не очень-то хорошее, да. А либо, знаете, настроение не очень хорошее. Кто-то под руку попался, да. Вы просто так посмотрели таким не очень приятным взглядом. И человеку жутко стало. Силы-то у вас не забывайте по солнцу очень много. И знаете, кого вы можете разрушать? Своих карт облюбленные выпало. Вы можете разрушать своих близких. Когда у вас плохое настроение, либо ваши близкие могут именно с тем, с кем у вас отношения, могут вытащить вас из этого разрушения. Посмотрите, здесь влюбленные эльфы с ушками. Такая веселая карта. Будьте немножко внимательны, потому что, когда вы не в очень хорошем настроении, вы разрушаете то, что вы любите. Это не только вещи, но люди могут быть, это также и вещи. И знаете, здесь рекомендация идет в том, что вам нужно в этот момент как-то заземляться. Это стихия земли выпала, да, сама, которая говорит о том, что либо вам, у вас потому что энергия сильная, еще раз повторюсь, и вам вот эти вот мысли, которые вы начинаете думать, да, эти мысли формы, вы наполняете всей своей энергией, а она негативная, и она обретает очень сильную мощь. И вот это, знаете, как фаерболы. То есть вы поэтому, когда на кого-то посмотрите, вы как будто бы его убиваете, своей энергетикой. Поэтому вам нужно здесь заземляться, быть очень аккуратной. Может быть, вот поэтому я и говорила, что, да, вот начинайте заниматься физическими нагрузками, да, ну, то есть через тело. Заземление – это любые наши действия через тело. Когда включено тело, не какие-то мысли, либо эмоции, а непосредственно наше быть. Начинайте лучше уборкой заниматься. Полы мыть, я не знаю, посуду, что-то. Только не гладить, потому что сгорят рубашки. Прямо кого-то вижу, кто-то забыл утюг. Прямо дырканые рубашки, что гладили. Хорошо, вытащу вам тоже две карты, как вытащила с другим вариантом, просто так. Смотрите, выпала карта радости. Если в предыдущей позиции было предыдущие стережения, то здесь вам выпала карта радости. Ну, видимо, вам действительно не хватает сейчас радости, да. Первая карта выпала ребенок, и вот здесь вот радость. Прямо посмотрите, как они... Похожи. Да, что здесь птицы, и что здесь птицы. Отсвечивает вот так. Конечно, пускай будет так, видите. Это то, что вам не хватает на данный момент, да, некой такой радости, легкости. Я просто смотрю, выпала карта упорства, и ее можно... Я ее читаю сейчас в данном контексте, как настойчивость. То есть вам не хватает в чем-то некой такой настойчивости. Не то, чтобы вы уперлись, да, в что-то, во что-то, а вам не хватает некой такой настойчивости для того, чтобы, вот как говорится, схватить удачу, здесь козла за рога, да. Вот вам в чем-то не хватает упорства. А в чем... Блин, какой красивый воин. Посмотрите, девушки. Воин. Вам не хватает внутреннего какого-то упорства. Вам не хватает себя победить в чем-то, чтобы... Дисплощение, что, помните, у нас скандалы были, да, как будто бы вы сами себе не разрешаете радоваться. И вам нужно победить, да, вот это вот... Может быть, здесь сейчас какое-то состояние такое не очень приятное, апатичное, когда ничего не хочется. И вот вам надо себя перебороть сейчас для того, чтобы ощутить вот эту радость. Так, ставлю радость сверху, хотя руки горели оставить война. Нельзя такого красивого, брутального мужчины в колодку ложить. Ну, вот, но все же. Оставим радость, которая перекрывает все оставшееся. Так, это у нас была третья позиция. Ну что, мои милые феи, волшебницы, я благодарю вас за то, что вы посмотрели. Надеюсь, вам понравится расклад. Не знаю, я хотела сделать его просто легким, таким веселым. И надеюсь, вам понравится колода. Прям выбыл аркан тотем. Очень интересная. Напоминаю, что это оракуль Граль забытых историй, да, кому будет интересно. Есть такая же колода Тарор, но Тарор я не хотела, я хотела оракульную. Вот, и я не знала даже, как с ней, вот, именно с данной практиковать. И вот впервые прям взяла в руки. Надеюсь, вам понравилось. Хочу пожелать вам всем прекрасного настроения. Обещайте, повеселились ли вы со мной или нет. И, ну, до новых раскладов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok